Ребята, всем привет! Сегодня первая тренировка девятой недели. В общем, за 8 недель я сбросил 23 килограмма и 100 грамм, а за 8 неделю я сбросил ровно 4 килограмма. Результатами я очень сильно доволен, очень сильно рад. Думал, даже меньше сброшу, а получается вот так даже наоборот стал вес больше уходить. Я вот теперь думаю, не будет ли постоянно так вес уходить. Девятая неделя проекта Тело на прокачку. Это будет на данный момент завершающей серией. Потому что я собираюсь, буду отправляться в путешествие, все, наконец. И после путешествия я, конечно, продолжу трансформацию тела, буду дальше также заниматься спортом, сбрасывать лишний вес, сушиться, а потом буду набирать немножко мышечной массы вперед. Девятая неделя, это у меня в общем будет 2 месяца тренировок. Это я буду заканчивать второй абонемент в спортзам. Посмотрим конечный результат, тоже очень интересно. Следующее видео уже будет выходить из путешествия. Я активно к нему готовлюсь. У меня просто получились большие расходы. Вот и камере тоже все докупаю, все дорого, это стоит. Также с проектом Тело на прокачку тоже немало денег уходит. На сегодня у меня такой результат. 80 минут, 7 километров, 400 метров, 671 калорий сжег. Сегодня, ребят, сделал 2 суперсерии. Первая это база Станова и Т-Грифа сразу же. И потом еще одна суперсерия. В общем, я покажу. Чувствую себя очень хорошо, энергии много, заряжен весь. Охота прям поработать. Так, все, ребят, сделал. Хорошо, сейчас то есть разминаюсь, тоже спину делаю. Суперсерия. Вот в этом тренажере. Руденхаймер называется. И тяга. Сидя к поясу, буду делать максимум, сколько смогу сделать. В общем, выставил, как у меня 100 килограмм, делаю максимум, сколько смогу. И тягу поставил, 50 килограмм. Веса небольшие, потому что я стараюсь больше проработать, прочувствовать мышцы. Видите, ребят, хобби у всех может быть разное. Да, у кого-то коллекционирование денег, там, нумизматика, банистика, марки кто-то коллекционирует. А у меня хобби – это видеоблогинг, да, YouTube-канал. Вот само по себе это удовольствие, да, видеоблогинг – такое вот хобби, оно дорогое. Всегда требует больших средств, денег, да, на сам контент. То есть самые путешествия, пока заработаю, поеду. Вот как еще к путешествиям готовлюсь? Я к себе вообще абсолютно ничего не покупаю. Вообще, по-хорошему, мне уже нужно менять полностью гардероб. А я одежду, ничего себе не покупаю. Вот, и когда я видео не снимал, когда у меня не было камеры, два месяца я работал так же, ну, как и обычно, да, я себе в стоматологию сходил, я хоть себе зубы сделал, а то на себя родного ни копейку не трачу. Видите, поэтому, ребята, получается такой контент, да, путешествия. Тут спрашивают, как так путешествовать? Во всем себе отказываешь и цель ставишь, да, ну, что более для тебя важно. На приоритет. У меня путешествия, и у меня все деньги, все, что я заработаю, я все трачу на контент. У меня с детства вообще мечта такая, я сам мечтал себе Sony PlayStation. Если бы я тоже видеоканал бы не вел, да, не занимался YouTube, я себе уже очень давно бы купил бы приставку. И осуществил бы свою детскую мечту. Вот. У меня раньше Dendy Sega была, но Sony стоила очень дорого. Но сейчас, конечно, это доступно, вот, ну, я ничего не трачу, и поэтому, вот, чтобы знали, да, как у меня и получается, собственно, контент, как получается путешествие, ставишь приоритет просто, и все. Работаешь, трудишься, идешь через все трудности, преграды, и так только можно чего-либо добиться, чего-либо преуспеть. Абсолютно в любом деле, в работе, в спорте. Ребята, все, вот пришел мой сейчас заказ, получил, заказывал через магазин Caspi на Camel GoPro. Одну запасную батарейку заказал Эндуро, и еще заказал флешку на 128 гигабайт, экстрим, с хорошей скоростью. Сейчас все откроем, посмотрим, проверим, я уже на старте путешествий, да. Ну-ка, можно так вытащить. Нет, так не вытащишь. О! 190 скорость, вот такая, ребят, флешка, микрофлешка. Сейчас вот тоже еще ее поставлю, проверю. Сейчас ее поставлю тоже в камеру, проверю. Перед поездкой обязательно. Классно, 128 гигабайт, и скорость вот хорошая. Я сейчас ставлю в GoPro, а то я в предыдущий с GoPro 7 вставлял флешки, и GoPro ругалась, пишет, что скорость слабая. Так, отложим и открываем. Здесь у нас батарейка идет. Все мне это вышло в 40 тысяч тенге, это 8 тысяч рублей. Видите, ребят, какие цены. Так, оно здесь фирменное идет, это оригинал. Копии я не стал брать. Не дешевле, конечно, в раза два. Это батарейка 25 тысяч тенге, 5 тысяч рублей. Есть копии, конечно, но люди жалуются. Тоже может GoPro ее не воспринимать. Так, она запечатана полностью получается. Да, надо ее где-то отрывать, что ли? Так. Ну да, она запечатанная была. Опачки. Интересно, все-таки упаковано. Макулатура какая-то. Книжечка. Вот она, ребята, батарейка. Класс. Так, как ее вытащить? Вот так вот выглядит аккумулятор на GoPro 12 модель. Сейчас тоже обязательно проверю. И обязательно проверю сейчас тоже флешку. А что здесь, интересно, в книжке написано? Английский. А вот русский язык есть. Гарантия, что данное изделие не будет иметь каких-либо дефектов с точки зрения качества материалов изготовления. А, здесь разные языки. На разных языках, в общем, книжечка. И еще вот что-то. Избегайте вот здесь высоких температур огня. Ну, правильно, это же аккумулятор. Ну, в принципе, все вот так вот. Ребята, у меня сейчас после тренировочный обед. На обед у меня идет салат. Здесь и фасоль стручковая, и горох, и орешки кешью, капуста, огурцы, болгарский перец. В общем, очень много разных овощей. Заправляю я всегда маслом. Да, вот сейчас оливковое масло уже заканчивается. Я еще также могу добавлять сливочное масло. Да, 82,5% жирности. Вот. Потом у меня сначала салат съедает. Потом у меня идет два яйца, белок. Тренировка сегодня прошла очень хорошо. Такая вот база, да. Потом рыба с кумбрией. И два кусочка сыра. Видите, питание такое. Я вообще, честно, думал, за восьмую неделю сброшу где-то, ну, кило с чем-то. Вот так вот. Ушло в ровно 4 килограмма. Я, честно, был даже сначала в шоке. Видите, питание ПП. Как бы я себя не ограничиваю в еде. Любое мясо могу есть. Там сыры, масло, жиры, жирности, как бы. Вот. Это не страшно. Так что, ребята, двигайтесь вперед. Только вперед. Всем желаю успехов. Ребята, сейчас у меня ужин. На ужин, как всегда, идет салат. Потом тевтелька. Тевтели без хлеба, без муки, да. Фарш идет. Лук и капуста. Рыба камбала кусочек. Без соли. Но соленое я ем. Вот, допустим, квашеную капусту ем. Сам ее делаю. Домашняя, в общем. Ну, вот такая вот еда. Салат у меня такой простенький. Здесь идет капуста, болгарский перец, огурец. И решил поперчить. И оливковое масло. Вот все. Ребята, всем привет. Сегодня вторая тренировка девятой недели. Снова у нас морозы. Минус 31 градус. Школу отменили. Первую смену. Вторую я, правда, не знаю. В общем, сегодня по тренировке. Я, в общем, сегодня решил покачать ноги. Сделаю базу. Поприседаю. И забьюсь. В общем, мне только будут сегодня ноги. В общем, на этой неделе, если я хотя бы сброшу 1 килограмм 700 грамм, то это за 2 месяца у меня получится 25 килограмм. Результаты мне очень доволен. Я даже не знаю, наверное, и калорийный что ли придется добавлять. Потому что вес так сильно будет постоянно убегать. Тоже как-то, наверное, нельзя, да, сильно много веса сбрасывать. Ну и худым, конечно, я тоже не хочу. Так что идем. Потом качаться буду. Ребята, в общем, сейчас я тут разговаривал с девушкой по поводу витамин. Она сдавала анализы полностью на все витамины. Этот анализ стоил 55 тысяч тенге. Почему такие цены дорогие, да? Чтобы узнать, каких витамин у тебя не хватает. Это 11 тысяч рублей получается. Такая вот цена. Ребят, тренировочные программы тоже желательно менять. Потому что мышцы, тело, все привыкает, да, к нагрузкам, к определенным упражнениям. Когда меняешь программу тренировочную, результаты будут лучше. Но я сейчас не буду менять, потому что, как бы, я вижу результаты, да, все хорошо работает. Поэтому я буду продолжать тренироваться так же. В общем, кардио у меня 80 минут. Я нечаянно нажал, сбил. На этой неделе кардио я буду делать по 80 минут. А максимальную скорость, которую я развивал, когда делаю спринт, 16 километров в час. Ну, в принципе, можно было экспериментировать больше, ставить. Ну, я не стал. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, ребят, вот мой после тренировочный обед сегодня хорошо позанимался в кардио, покачал ноги. В общем, у меня идет салат с грецкими орехами, оливковое масло у меня закончилось. Сливочное масло добавил. Вот такой вот салат получается тоже красивый, вкусный, да. Два яйца, белок и курица, куриная ножка и небольшой кусочек белого мяса, да, грудки. Вот такая вот у меня получается порция. В общем, посчитал я за одну минуту я делаю 128 шагов. И получается у меня больше 10 тысяч шагов я делаю за 80 минут. Ну, еще я бегаю, конечно. Так, за 80 минут получается 648 калорий, 7 километров, 250 метров. Сегодня я буду качать плечи. Первая база у меня идет жим штанги за голову. На тренажере я забьюсь. Это суперсерия. Вторая суперсерия будет в этих вот тренажерах. Так что все, работаем. В общем, хорошо сегодня так тренировочка идет. В общем, я делаю до отказа, выкладываюсь полностью. На все 100. Вот, еще мне очень нравится, что я потянулся 7 раз. Очень доволен. Еще вот так месяца 2 позаниматься. Думаю, раз 15 уже я, да, смогу подтягиваться. Такие вот результаты. Все хорошо. Еще силу набираю и лишний вес бросаю. Соответственно, подтягиваться будет легче. Между подходами я отдыхаю, стараюсь как можно меньше отдыхать. Ну, самое главное, чтобы восстановилось дыхание. Сердце чуть легче стало биться, да. Тогда я сразу делаю следующий подход. Ну, большие паузы между подходами я не советую делать. Вот восстановились, чуть почувствовали. Все у меня как читало. И нужно продолжать делать. Первый подход сделал. В общем, увеличил здесь вес. Здесь у меня 52,5 килограмма. А тут 30 килограмм. Делаю все прям до отказа, сколько смогу. И еще, когда уже сил нету, если поднял, и потихоньку, потихоньку стараюсь в негативной фазе, да, потихоньку, просто сопротивляясь, опустить снаряд. Кстати, когда первый раз Жемелёжесу издал первую сотку, ну, я сначала ее, конечно, не мог на раз пожать. Мне два человека поднимали штангу на вытянутые руки. И я так прочувствовал вес, ее сначала держал, потом начинал только опускать плавно. А они меня поднимут, я обратно ее опускаю. И вот так вот я потом пожал свою первую сотку Жемелёжа. Очень хорошо, в негативной фазе тоже мышцы работают, игнорировать не надо. Подняли, и также под контроль, но желательно тоже опускать снаряд. Так, ребята, вот мой послетренировочный обед. На обед у меня идет салат, капуста, стручковая фасоль, горох, болгарский перец, потом два яйца, белок. В общем, стараюсь соблюдать до бежу, углеводы, белки и мясо, говядина и говяжья печень. В общем, сегодня я взял пикаленат хрома, 250 в дозировке. Это тоже на банке нарисована стройность, метаболизм, спокойствие. Буду принимать по одной капсуле на завтрак вместе с едой. Самое основное, оно способствует понижению аппетита. Также помогает бороться с лишним весом, с жировыми отложениями. Понижает холостерин, понижает триглицериды. Вот, ну, такое вот самое основное. Также помогает наращивать мышечную массу, усиливает чувствительность к инсулину. 160 капсул, это на два месяца его можно пить. Потом еще взял л-карнитин, л-карнитин татрат. Здесь дозировка 850 в двух капсулах. У меня тут еще немножко осталось. Я тоже л-карнитин татрат пил, правда, дозировки 2550 миллиграмм. Но тут, конечно, можно будет увеличить смело. Полтора грамма, да, 1500 миллиграмм наш организм может принять, да. Больше не надо, лучше потом просто делить. И еще в путешествии я взял вот такой вот замок на чемодан. В Индии, я помню, потерял ключик. Сейчас тоже такие современные чемоданы идут уже с паролем, да, с замками. Ну вот, я вот так вот пользуюсь, такой вот лайфхак, да. А витамины, минералы я еще тоже буду брать. Вот это только малая часть. Ребята, всем привет. Сегодня четвертая тренировка, девятая неделя. Сегодня кардио у меня 80 минут, 666 калорий, 7 километров, 340 метров. Ребята, вот я пришел после тренировок. Идет у меня салат с оливками, производство Беларусь. Это город Брест. Я знаю тоже, у меня много зрителей смотрят из Беларуси. Вот такие вот я оливки добавил в салат. Сейчас еще взял листья салата. Мне салат очень нравится. И я вот капусту вообще с детства люблю. Мне эти салаты все заходят на ура. И потом у меня идет рыба, минтай, говяжья печень и 2 яйца. Ну вот здесь, в принципе, у меня углеводы. Ну и клетчатку я тоже всегда пью. Клетчатку пью на постоянно, 3 раза в день. В общем, девятая неделя, это у меня будет уже завершающая. И того, дело на прокачку. Посмотрим результат до 2 месяцев, чего я добился за 2 месяца. В путешествии я тоже буду, естественно, продолжать тренироваться. Но там я тоже, конечно, буду также следить за питанием. Правильно питаться, да. И тренироваться тоже буду. Но хочу только с отягощениями там тренироваться минут 40 максимум. Потому что кардио мне будет хватать. Я буду каждый день очень много ходить пешком. Посмотрим мой итоговый вес. И после путешествия, когда я приеду, тоже взвешиваюсь. У меня в планах там тоже посушиться. Ну хотя бы, не знаю, килограмма 4 бы скинуть. Было бы вообще идеально. Ребята, доброе утро. Сейчас я собираюсь на тренировку. На завтрак у меня всегда идет какой-либо суп. На данный момент у меня борщ. Борщ без картошки. Но в борще присутствует еще перловка. Ее там совсем мало. Также я выпиваю пекалинат хрома. Одну капсулу во время еды. И л-карнитин. Три капсулы. В азировке 2500 миллиграмм. Ну я сейчас на завтраке 2 л-карантина выпиваю. И непосредственно перед тренировкой за полчаса еще одну. Ну в принципе вот так вот. Вот утром у меня идут углеводы. А в обед на ужин только овощи. Ну здесь прям, не знаю, наверное, пол столовой ложки. Вот я наедаюсь. Я ем без хлеба. Надоедаюсь, чувствую себя отлично заряженно. И на тренировки еще выкладываюсь. А еще больше, то у меня уже все, последняя порция. Скорее всего, да, сегодня еще, завтра приготовлю суп из рыбы. Ребята, всем привет. Сегодня пятая тренировка, девятая неделя. Осталось еще две тренировки и буду взвешиваться вперед. Так, на сегодня 85 минут, 702 калории. 7 километров, 800 метров. Такой вот результат. В общем, я покачался, качал я ноги. База у меня была сжим ногами. И потом в суперсерии я забился. В общем, делаю я 12-15 повторений. Ну, стараюсь к 15 повторениям. Но чтобы не легко было. Последние 15 повторения уже еле-еле прям дожал, да, до отказа. В общем, еще осталась у меня энергия, порох, да. Попотягивался еще и пресс покачал. Тоже вот ребята, кто хочет, если качать пресс, да, то я рекомендую, советую его пресс именно делать в конце всей тренировки. Ребята, сейчас у меня ужин. В общем, на ужин я еще к салату взял сейчас авокадо. Решил добавить авокадо хороший, такой жирный. Потом у меня идет курица, куриная грудка с паприкой копченой, с укропом, сыр сулугуни, укроп. Ну, вот такой вот полезный ужин. Эх, ребята, смотрите, какую я себе красоту сделал. Как в ресторан сходил. Ребята, кулинарное шоу. В общем, сейчас я буду готовить суп. Суп я буду готовить из горбуши. Потом для этого нам еще понадобится кабачок, укроп. В общем, рецепт это я сам придумал. Такой суп ПП. Цветная капуста и сладкий перец. Домашний, но он у меня замороженный. В общем, сейчас хочу я сразу рыбу порезать и бросить ее варить. Плавники я сразу уже отрезал. Все, и нарезаю на кусочки. Рыбу, конечно, можно использовать разную. Можно, кто-то хочет, можно и форель, и семгу использовать. Пожирнее рыбу, да. Также можно использовать скумбрию рыбу. Она тоже жирная, пригодится. Все, сейчас поставлю ее варить и займусь овощами. Все, ребят, я, в общем, бросил варить рыбу. Буду использовать приблизительно 2 литра воды. Сейчас все овощи сразу почищу. И все. А в конце я еще хочу бросить 2 яйца в конце, залить. Чтобы там белок еще был такой вот полезный будет суп. Олесе понравилось кулинарное шоу. Пишет, интересно, говорит, еще записывай. Вот, записываю. Почему я решил добавить кабачок? Я просто картошку не ем. И думаю, такая будет замена интересная. Суп этот готовится быстро. Сейчас 15 минут. Рыба поварится и все. И буду кидать уже овощи. Такими вот квадратиками, как картошкой. Цветная капуста, ребят, мне понравилась. Я ее еще и жарил на сковородке. Тоже с яйцами. Рыба сейчас будет вариться 15 минут. Потом я буду кидать кабачок. 5 минут кабачок поварится. Потом я бросаю цветную капусту. И в конце уже у меня идет укроп. А, болгарский перец, укроп. И еще хочу 2 яйца в конце залить. Ну и также лавровый лист, да, специи. Все по вкусу. Все кому как нравится. Приступаю я к цветной капусте. Ну я сейчас еще покажу, которую я буду специи добавлять. Я люблю тоже все поострее, чтобы было. И я добавлю красный перец. Ребят, знаете, что мне еще понравилось? Я это баклажаны пожарил на сковородке. Отварил цветную капусту минут 5. И потом бросил баклажаном. И туда 2 яйца. Очень вкусно. Как грибы еще такой вкус. И вот цветная капуста. Не знаю, мне чем-то напоминает брокколи. Даже я сказал бы, для меня вкуснее, чем брокколи. И вот цветная капуста по вкусу. Так что тоже, если кто может не пробовал, я не знаю, попробуйте. Очень вкусно. Интересно получается такой вкус. Так, ребят, сейчас сразу порежу укроп. В конце его добавлю. И сейчас взял специи и тоже покажу, который я добавлю. Специи у меня будут душистый горошек. Брошь штучки 3. Потом перец красный. Смесь перцев. И паприка копченая. Так, это уже в самом конце все будет. И яйца сейчас подготовил. Яйца домашние. Сейчас я их разобью сразу. Тоже подготовлю. А завтра, ребят, я уже покажу, как выглядит суп. Потому что я суп ем каждый день. Только на завтрак. А так вечером я уже не ем. Там после 6 или после 7, да, уже я ничего не ем. Суп, ребят, тоже очень хорошо. Он быстро готовится. В среднем где-то 25 минут. Ну, максимум полчаса. Она все про все уходит, чтобы приготовить. Вот так вот. Ребят, смотрите, какая красота получается. Все, сейчас осталось только яйца туда залить. И все специи, и все. Готово. Ребят, в общем, сейчас утро. Завтракаю я, иду на тренировки. Вот так вот выглядит суп, который я вчера готовил. Рыба, капуста. Запах тоже потрясающий. Классный. Прямо перед тренировкой зарядиться. Ребята, всем привет. Сегодня 6-ая тренировка, 9-ая неделя. В общем, продолжаю идти к своей цели. На сегодня 91 минута, 8 километров, 727 калорий. Ребят, сейчас, в общем, я иду после тренировки. Сумку закинул дома. Сейчас решил я зайти в Кустанай-Плазу. Хочу взять футболку, поездку. Хотя бы одну прикупить надо. А то все футболки у меня уже большие стали. Субтитры сделал DimaTorzok Все, ребят, в общем, взял я пару футболок. В общем, размер у меня 48-й. Я похудел на 3 целых размера. Вот так вот. Очень доволен результатами. Сейчас иду домой на обед и буду скоро уже взвешиваться. Посмотрим итоговый результат. Должен 25 килограмм сбросить за 2 месяца. Все, ребят, цель и план выполнен. Я сбросил 25 килограмм ровно за 2 месяца. В общем, следующие видео уже будут выходить с моря. Ну и все, ребят, всем желаю успехов. Всем добра. Скоро увидимся.